Назым Хикмет Ран Назым Хикмет родился 20 ноября 1901 году. Впрочем, зарегистрировали его рождение только 15 января 1902. Это и считается официальной датой появления Хикмета на свет. Он посещал начальную школу Таш-Мэктеп в Стамбуле, а впоследствии Галатасарайский лицей. В 1918 году Хикмет окончил военно-морскую академию и некоторое время служил офицером на военном крейсере. В июне 1951 года Назым Хикмет решил покинуть страну, а его побеги из Турции написано много. Однако долгое время не были известны детали этого побега. Благодаря азербайджанскому ученому Джамилю Гасанлы были опубликованы архивные материалы, в том числе закрытые документы ЦК ВКПБ, проливающие свет и на побег Назыма из Турции, и на его жизнь в Советском Союзе. Творчество Назыма Хикмета очень тесно связано и с Таи СССР. Так, в Казанском университетском журнале «Татарика» была опубликована интересная статья, которая называется «Назым Хикмет и татарская культура». Татары-турецкие литературные связи там анализируются не на хорошо известных материалах XX века, а, напротив, на произведениях послевоенной эпохи. Назыма Хикмета начали переводить на татарский почти сразу, после его окончательного переезда в СССР. Уже в 1951 году поэт Шайхи Манур перевел стихотворение Назыма Хикмета «Горькая свобода», и впоследствии в Казани активно переводили и издавали на татарском языке поэзию и прозу турецкого классика. Так, в 2005 году Луара Шакерзянова перевела самую известную пьесу Хикмета «Легенда о любви». Несмотря на репрессии и запрет творчества Назыма Хикмета в Турции, он оставался популярным поэтом на родине даже во время Холодной войны. Официальный запрет его стихов был снят в 1965 году, через два года после его смерти. 3 июня 1963 году в 6.30 Назым Хикмет умер от сердечного приступа. Он был похоронен на московском Новодевичьем кладбище. Его могила до сих пор остается объектом массового посещения. Амир Ахтямов, Никита Акиншин, Хафиз Гараев, Универньюз.